Омнамо Бхагавате Васудеевая, Омнамо Бхагавате Васудеевая, Омнамо Бхагавате Васудеевая. Шримад Бхагаватам, вторая песнь, космическое проявление, девятая глава, которая называется «Ответы Шукадевы Госвами» со ссылкой на слова Господа, текст восемнадцатый. Тадаршанах ладапари плутантаро, хришяттанух пряма бхарашролочанах, нанаммападам буджам ассе вишвасрик, ятпарамахам сена падхадгигам еты. Перевод и комментарий о божественной милости Апача, Наравинды, Бхактивиданты, с вами Шрилу Крупады, Шрилу Крупады, Киджай. Сердце Господа Брамы, созерцавшего Верховного Господа во всем его великолепии, преисполнилось радостью. От преисполнявшей его трансцендентной любви и экстаза на глазах у него выступили слезы, и он припал к стопам Господа. Таков путь, которым следует живое существо, достигшее высшего совершенства, то есть парамахамса. Читаем второй абзац комментария. Следуя по стопам Господа Брамы, то есть встав на путь парамахамс, который рекомендован в данном стихе, любой человек даже в наше время может достичь того же совершенства. Этот метод самоосознания, предназначенный для людей нынешнего века, одобрил также Господь Читания. Прежде всего, необходимо искренне поверить в существование личности Бога Шри Кришны, и не делая попыток постичь его с помощью спекулятивной философии, слушать то, что сказано о нем в Шримадбхагавадгите, а затем переступить к изучению Шримадбхагаватом. Объяснение этих писаний необходимо слушать в изложении личности Бхагаватом, а не чтецов-профессионалов, корми, гьяни или йогов. В этом заключается секрет постижения науки о Боге. Чтобы постичь эту науку, не обязательно отрекаться от мира. Человек может оставаться в том положении, в каком находится сейчас, но должен найти истинного преданного Господа, и с верой и убежденностью слушать в его изложении трансцендентное послание Господа. Таков путь Парамахам, срекомендованный в данном стихе. Среди многих святых имен Господа есть имя Аджита, что значит «непобедимый», и тем не менее Господа можно покорить. Сделать это может человек, идущий путем Парамахамс. Великий духовный учитель Господь Брама понял эту истину и продемонстрировал действенность этого метода на практике. Сам Господь Брама рекомендует Парамахамса Пандхага в следующем стихе Шримад Багалатам. Господь Брама сказал «О Господь Кришна, преданный, который отверг путь эмпирической философии, ведущий к слиянию с бытием Всевышнего и слушает повествования о твоих деяниях и славе от истинного саду святого, честно исполняя обязанности, соответствующие его положению в обществе. Такой преданный способен завоевать твое расположение и снискать твою милость, невзирая на то, что ты, Аджита, непобедимый». Шримад Багалатам 10.14.3. Таков путь Парамахамс, по которому шел сам Господь Брама и который впоследствии он рекомендовал всем, кто стремится достичь совершенства жизни. Омагян Тимирандася, Геннаджа Нашалакая, Чахшурун Милитам Янатасмай Шри Гуравэнамаха. Шри Чайтаням Мнух Пиштамстапитам Йеннабутале, Свайрупа Кадама Ямда Датисва Падандзикам. Ванча Калпатарубеж, Чакри Пасимбе Эвача Патитанам Паванабиоишнабио, Наманамаха. Чай Шри Кришна Чайтаням Прабуни Тянанда, Шри Адвей Таддхара, Шри Васади Гуравбахта Вринда. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея 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 Рама, Харея Рама, Харея Рама, Харея Рама, Харея Харея. Итак, благодаря этому комментарию нам становится понятно, что когда мы говорим про Парамахамса Пандхага или про путь Парамахамса, то это не означает, что речь идет якобы о пути, по которому могут идти только Парамахамсы. То есть нужно сначала Парамахамсой стать, потом идти по этому пути. Наоборот, это путь, который приводит к состоянию Парамахамсы. И этот путь начинается со слушания. Вот это имя Господа Кришны Аджита, которое упоминается в сегодняшнем комментарии, оно также есть здесь, в Шримад Бхагаватам, 1.18.3. И здесь, в 1.18.3, Шрива Парупада в комментарии объясняет дополнительно смысл этого имени Кришна, Аджита, непобедимый. Личность Бога Шри Кришна известен как Аджита, непобедимый, и Он всегда и во всем остается таким. Никто не может понять Его истинного положения. Его нельзя покорить даже знанием. Мы слышали о Его Даме, то есть обители Вечной Гологии в Риндаване, но ученые по-разному описывают эту обитель. Однако, по милости такого духовного учителя, как Шукадева Госвами, которому царь предался как смиреннейший ученик, можно понять истинное положение Господа, Его Вечного Обитель и Его трансцендентное окружение в этой Даме, то есть обители. Таким образом, в этом комментарии к Багалатам 1.18.3 Шрила Парупада объясняет, каким образом можно покорить или победить непобедимого Господа Аджиту. Это делается через ученичество. Это не делается через собственные интеллектуальные или так называемые спекулятивные усилия. Здесь в этом комментарии 1.18.3 Шрила Парупада отмечает этот момент. Его нельзя покорить даже знанием. То есть любая квалификация, материалистичная квалификация, материальная квалификация, многознание, эрудиция и так далее, это все не помогает. Помогает принятие вот этого процесса ученичества. И это связано с процессом слушания также. Об этом Кришна говорит в самом начале седьмой главы Багавадгиты, когда Он говорит Арджуне, Кришна говорит Арджуне, Что означает «Теперь, сын Придхи, услышь о том, как вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». Это начало седьмой главы. Это означает, что это начало так называемых срединных глав Багавадгиты, в которых описывается преданное служение. Багавадгит, как известно, делится на три части, там 18 глав. И каждые шесть глав посвящены определенной теме. С первой по шестую они посвящены карма-йоге. Те, которые срединные, седьмой по двенадцатую, посвящены бхакти-йоге, преданному служению. И все остальное с 13 главы по 18, это так называемая гьяна-йога. Но это не имперсональная гьяна, а это так называемая бхакти-гьяна. Или знание о том, как все устроено, как работают гуны материальной природы, какое положение занимает сверхдуша, и многие другие очень интересные и увлекательные вещи. Но сама суть находится в сердцевине, находится в главах седьмой по двенадцатую. И в самом начале, это очень важно, в самом начале этого раздела, второго раздела, в тексте 7.1, Кришна говорит о том, как этот процесс работает. Нужно сосредоточить свой ум на Кришне, на слушании о том, каковы его качества, деяния и так далее. И здесь, в комментарии, Шрила Парупада подчеркивает этот принцип. «Только сосредоточив ум на Кришне, и никак иначе мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере». То есть, вот этот текст 7.1, который открывает этот раздел, второй раздел Бхагавадгиты, главы седьмой по двенадцатую, подчеркивает важность сосредоточенности. «Сосредоточенности во всем, в чтении книг Шрила Парупады, в практическом преданном служении, в повторении Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи». Есть эта внимательность или нет этой внимательности? Вот это один из принципиальных, важных ключей, ключиков, которыми открывается эта дверца в царство Бхакти. И вот от этого зависит, что будет с нашими усилиями, какие плоды дадут наши усилия. Также здесь говорится о том, что надо слушать, надо слушать с верой. Это этот второй абзац, который мы начали с вами читать. То есть, по наставлению Ачарьи Такура Прабу, который так и сказал мне, так прямо меня и наставил, говорит, читай сегодня второй абзац. Так вот, второй абзац, здесь описывается этот процесс, путь Парамахамс. И начинается все с того, что необходимо искренне поверить в существование личности Бога Шри Кришны. Откуда взять эту веру, возникает вопрос. То есть, вот они, составные части этого процесса Бхакти-йоги. Слушать о нем, о Кришне. Слушать внимательно, сосредоточенно. Но при этом с верой. Как это сделать? Откуда берется вера? И вот тут у нас есть хорошая цитата из одной книги Шривы Парупада. Книга называется «Civilization and Transcendence». То есть, цивилизация и трансцендентность. Эта книга на русский язык не переведена. Но так или иначе, она существует. Она существует, эта книга. И вот тут вот, в двенадцатой главе этой, или в двенадцатом разделе этой книги «Civilization and Transcendence» Шрива Парупада говорит очень важную вещь. Как поверить в то, что Кришна – верховная личность Бога. Значит, откуда мы начнем читать. Вот, допустим, вот этот кусок. Вы, здесь Шрива Парупада говорит, вы можете понять величие Кришны, просто изучая его Бхагавадгиту. Прошло пять тысяч лет с того момента, как Кришна рассказал людям Бхагавадгиту. И до сих пор эта величайшая книга знания, ее принимают по всему миру. И даже люди, принадлежащие к другим религиям, которые уже ученые люди, они принимают эту книгу. Доказательством величия Кришны является это знание. Кто может дать такое знание? Это и является доказательством, что Он – Бог. Кришне принадлежат все достояния в полной мере, в том числе и знания. И где еще в мире можно получить такое знание, как вот это знание, выраженное в словах Кришны? Каждая строка Бхагавадгиты представляет собой высочайшее знание. Если вы тщательно изучите Бхагавадгиту, то вы поймете, что Кришна – верховная личность Бога. Поймете не только в том смысле, что Кришна сам говорит об этом в Бхагавадгите, что Он – верховная личность Бога, но также и по качеству того знания, которое Он предоставляет в Бхагавадгите. Кто еще может дать такое знание? Вот вопрос. Это очень интересное доказательство, которое здесь приводит Шрила Парупада в этой книге. «Civilization and Transcendence» – «Цивилизация и трансцендентность». Просто нужно оценить уровень того знания, который дается в книгах Шрила Парупады, в Бхагавадгите, в Шримад Бхагаватам. И тогда возникает вопрос, а кто вообще может быть автором этого знания? И Шрила Парупада говорит, по идее, читатель должен прийти именно к этому выводу, что никто иной, как верховная личность Бога, дает такое знание. К сожалению, не все читатели приходят к такому выводу. Мы должны признать этот факт. Не все читатели приходят к этому выводу, но так вот, если вдуматься, то к этому выводу неизбежно приходишь. Поэтому здесь Шрила Парупада и говорит. И в юстаде Бхагавадгита скрутинайзингли. Если вы изучите тщательнейшим образом Бхагавадгиту, тогда можно к этому выводу прийти. То есть, значит, внимательность, тщательность, вера – это все очень важные принципы. То есть, здесь приводится эта швока из 10-й песни Бхагаватам, Парамахамса Пандхага, Господь Брама описывает путь Парамахамса. И здесь он говорит о том, что еще один важный принцип, которому следуют преданные, это то, что он отвергает путь эмпирической философии, ведущей к слиянию с бытием Всевышнего. То есть, он отвергает всякого рода имперсональные подходы, спекулятивные подходы. Он просто слушает это духовное знание в том виде, в котором оно предоставлено, в книгах Шрила Парупады. И вот тут вот в одной из лекций Шрила Парупада приводит интересную аналогию, которая позволяет понять, насколько важно принимать знания именно в том виде, в котором оно дано по Парампоре. Эта лекция была прочитана 3 сентября 1971 года в Лондоне, на день явления Бхактивиноды Токура. И здесь Шрила Парупада говорит, наш процесс постижения знания очень простой. Мы принимаем знания от авторитета, мы не измышляем. Измышления не помогут нам обрести подлинное знание. Точно так же, как если, допустим, мы попали в беду, у нас возникли проблемы с законом, тогда мы обращаемся к авторитету, к юристу. Если мы заболели, мы обращаемся к врачу, который тоже авторитет. Нет необходимости измышлять. Допустим, у меня проблемы с законом. Если я буду просто измышлять, думать, спекулировать, что я освобожусь, выйду на свободу таким-то и таким-то образом, то это не поможет. Нужно обратиться к юристу, который все знает, и он даст наставление и скажет, поступай таким-то образом, и ты выйдешь на свободу. И точно так же, если мы заболели, то если я буду, сидя у себя дома, выдумывать, что моя болезнь пройдет, если я буду делать так-то и так-то, то все это бесполезно. Нужно обращаться к опытному врачу, который предпишет лекарства, и таким образом человек вылечится. Таков процесс получения знания. Но в современную эпоху люди думают, я свободный, я независимый, я сам могу принимать свои решения. Это расколдом. Расколдом. То есть негодяйство – это негодяйство, это нехорошо. Вот такая простая аналогия. То есть даже в простых повседневных делах мы обращаемся к сведущим людям для того, чтобы получить гарантированный результат. Вот здесь вот этот текст. 10.14.3 Тот самый наставление Господа Абрама, тот самый, который цитировался в сегодняшнем комментарии. Давайте полностью прочитаем, что здесь написано. Те, кто даже продолжает занимать свое место в обществе, не пускаются в умозрительные рассуждения, но телом, умом и речью выражают почтение рассказом о тебе, всю свою жизнь посвящая этим повествованиям, сошедшим либо с твоих уст, либо с уст твоих чистых преданных, без труда покоряют тебя, хотя никто другой во всех трех мирах не способен победить тебя. И здесь очень важное утверждение, даже продолжая занимать свое место в обществе. Это выражено в санскритском тексте словами «стханэ стхитах», стханэ стхитах, то есть продолжая оставаться в том же положении в материальном мире. Имеется в виду та же самая варна, тот же самый ашрам, не пытаясь куда-то перепрыгнуть или запрыгнуть. Допустим, ну... Кто-то может подумать, надо мне принять саньясу обязательно, вот тогда у меня начнется духовный прогресс. Кто-то может подумать, мне нужно переехать обязательно во Вриндаван, тогда будет мой духовный прогресс происходить. Но тут нет прямой привязки, потому что все внутри. Можно внешне переехать во Вриндаван или можно внешне принять эту саньясу, но суть в том, каково сознание и готово ли оно к саньясе или готово ли оно к проживанию, постоянному проживанию во Вриндаване. Каково качество сознания человека? Насколько это сознание может, ну, готово извлечь то благо, которое может человеку дать постоянное проживание во Вриндаване, если он к этому готов. Или принятие саньяса, опять же, если он к этому готов. Поэтому в стханесхитах, это означает, находясь в любом положении, человек все равно может повторять Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна Кришна, Харея Харе, Харея Рама, Харея Рама, Харея Рама, Харея Харе. И об этом господь Гауранга, господь Гаурачандра, господь Гаурачандра, вот он говорит об этом в баджане, который написал Бхактивинода Такур. Баджан называется Шри Нама, и здесь он говорит, господь Гауранга лично, который дал нам эту практику, это движение, это святое имя, он говорит здесь, во втором тексте этого баджана Шри Нама, грехи тако, ваны тако, саддахари боли дако, сукхедукхебулонако, ваданы харинам короккорре, и это означает, домохозяин ты или саньяси, пой неустанно, хари хари, укрась свои уста харинамой, и не в радости, не в горе, не переставай петь святое имя. То есть, Господь Шрич Танни Махапрабу принимает духовную практику, совершаемую любым искренним человеком, независимо от того, какое положение в обществе он занимает, лишь бы она совершалась с верой и внимательно, и лишь бы человек был максимально свободен от склонностей чего-то такое себе придумывать, измышлять, спекуляциями заниматься. Это называется путь Пайрамахамс. Этот путь предписал Господь Брама. Господь Брама. В 10-й песне Бхагаватам, 14-я глава. Гран-Тарат, Шримад Бхагаватам, Ки-Джай, Шрива Прупада, Ки-Джай, Харе Кришна, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова